Программа предназначена для аудитории от 16 лет. В рамках изучения исторической части города и будет специалист из Москвы, мы договорились, что специалиста московского мы все-таки в нашу студию пригласим и поговорим об опыте столицы, работы, опыта в этом отношении. Ну а прямо сейчас у нас в гостях сотрудник полиции, товарищ полковник Владимир Шиндориков, начальник управления по вопросам миграции, управления МВД России по Кировской области. Владимир Александрович, добрый день. Добрый день. Честно говоря, это немножко непривычно, да, управление по вопросам миграции, ОМВД. Управление, Министерство внутренних дел, как-то длиннее все стало. Напомню, что в недалеком прошлом вот эта структура называлась иначе. Управление Федеральной Миграционной Службы по Кировской области. Чуть позже мы, условно, поговорим о том, собственно, о реорганизации службы или, вернее, говорят, это возвращение в структуру Министерства внутренних дел, да? Да, скорее всего, я бы сказал, что это возвращение, потому что, в принципе, долгое время, как самостоятельные структуры, вопросы паспортно-визовой работы входили в функции Министерства внутренних дел. И только в 2004 году были проведены преобразования. Была создана миграционная служба. Была создана, да, путем объединения с миграционной службой, которая занималась вопросами иностранных граждан. Но в связи с тем, что сейчас уже, возвращаясь обратно в ЛОНО Министерства внутренних дел, все-таки возвращается структура с более широкими полномочиями, которые были раньше, и с более большими функциями. — Об этом чуть позже, да? — Конечно, об этих преобразованиях. Ну, а конкретный повод для нашей сегодняшней беседы — это недавняя пресс-конференция, которую проводил как раз-таки Владимир Александрович. Там поднимались вопросы получения заграничных паспортов, и прозвучала такая интересная информация, данная о том, что за последнее время спрос... — Вопрос в два раза вырос, по-моему, да? — Да, в два раза с начала этого года. — В нашем регионе. — Совершенно верно. Если мы с 2014 года наблюдались, максимум было в 2014 году, практически в области было выдано за год 40 тысяч паспортов. — Заграничных паспортов, да? — Заграничных паспортов, речь идет о них только. — То впоследствии мы наблюдали резкое снижение, ввиду, значит, различных внешних факторов. — Ну, это и ухудшение международной обстановки, взаимоотношения... — И практически до конца текущего года снижение произошло значительно. Там уже в конце текущего, за 2016 год выдано всего лишь было 12 тысяч паспортов. То в этом году за первые два месяца мы наблюдаем рост, причем рост значительный по нашим меркам, потому что общий рост произошел в два раза. Причем рост произошел как по заграничным паспортам старого поколения, которые выдаются на 5 лет, так и по заграничным паспортам нового поколения. В абсолютных цифрах это примерно за два месяца уже выдано 2300 паспортов, когда, как в прошлом году, всего лишь 950. — За эти же месяцы, да? — За этот же период. — Более чем в два раза. — Да. — Ну, 2,3 раза получается. — Ну, 2,3 там. — Ну, 2,5 уже, да. — Да-да-да. — Если точно считать. И поэтому сейчас стоит основная задача для того, чтобы при существующей структуре получение паспортов оставалось таким же, заграничных паспортов оставалось таким же доступным для граждан. Не допущение очередей стоит задача. И в связи с этим, конечно же, мы видим решение этой проблемы. Это все-таки переход на электронную подачу гражданами документов на оформление заграничных паспортов. — К этому немного погодя, все-таки хочется задать вопрос. С чем вы, как специалист, связываете такое увеличение спроса на заграничные паспорта? — Очень серьезный рост произошел. — Ну, прежде всего, скорее всего, это возобновление туристических потоков за пределы Российской Федерации. Это первое. — Предполагаемое открытие Египта, скажем так. — Предполагаемое открытие, да, направлений. — А Турция? — Предполагаемое. — Предполагаемое пока еще. — И следующее, это все-таки, как мы видим, это учебная миграция. То есть не только приезжают к нам студенты, но и студенты из наших вузов теперь чаще выезжают на стажировки в другие страны. — То есть существуют международные программы? — По международным программам. — Попав в которые, да, студенты или школьники? — Чаще всего есть школьники и студенты, но сейчас чаще всего студенты, конечно же. — Я немножко прерву разговор, потому что, Володя, напомню, у нас еще опрос на сайте есть. — Мы задали очень простой вопрос в нашу тему разговора и спросили у наших слушателей, есть ли у них заграничный паспорт. И четыре варианта ответа. Есть на пять лет, то есть старого образца, есть на десять лет. Был когда-то, нет и никогда не было. Вот, Володь, что у нас по этой части? — Голосовать можно и на сайте kirov.ru, и на нашей странице ВКонтакте. Самый популярный вариант ответа ВКонтакте, вернее, тут два их на первом месте, есть на десять лет, и нет, и никогда не было. То есть примерно по трети проголосовали именно за этот вариант. На сайте хоккера лидируют, варианты ответа нет, никогда не было. Ровно половина, 50%. — Так что вас ждут еще очень много посетителей. — Ну да, но и те, кто часто ездит, все-таки как раз заграничные паспорта нового поколения стали выдаваться впервые на десять лет в 2006 году. То есть сейчас шестнадцатый год, это как раз тот срок, когда их пора уже менять. Поэтому кто оценил преимущество паспорта электронного, тот на десять лет, тот, конечно же, его будет менять на подобный паспорт. — Ну давайте уж напомним эту простую вещь. В чем отличие загранпаспорта старого образца от нового? — Ну отличие только заключается в его содержании, то есть и сроке действия. Старый паспорт — это все-таки срок действия только на пять лет. Он оформляется по старым технологиям. А новый паспорт оформляется уже по новым технологиям с применением чипа, где информация, которая содержится в паспорте, включена в чип, что позволяет более быстро проходить российскую границу беспроблемно. Потому что, возможно, автоматическая обработка данных. — Там так называемые, в том числе, антропологические данные, да? — Сейчас пока из антропологических данных включается только отпечаток. — Отпечатки. — То есть этот паспорт не только на более долгий срок выдается, он более удобен, да, при пересечении границ? — Да, более удобен, и это позволяет в случае его утраты более быстро его восстановить, потому что отпечаток пальца уже позволяет идентифицировать человека, который находится, допустим, где-то, обратился в наше консульское учреждение, но находится далеко за пределами страны. — Что сейчас более востребовано? В Кирове, в области? Паспорт какого вида? — Ну, сейчас, если смотреть по цифрам, конечно же, более востребован паспорт нового образца, потому что их выдано 500, да? — Вот за иной февраль. — Извините, нет, не так. Это я смотрю в прошлогодние цифры. В этом году, значит, чуть-чуть превалирует паспорт старого образца. Но это мы связываем с тем, что в районах области, не во всех районах есть комплексы паспортно-визовых документов нового поколения. Они есть только, к сожалению, в пяти районах. А в большинстве районов прием ведут только многофункциональные центры, где принимают на паспорта старого образца. И гражданам не всегда бывает удобно выезжать для получения паспорта. — Давайте напомним эти пять райцентров. — Значит, это, прежде всего, Вязкие поляны, Слободской, Кирово-Чепецк, Яранск, Киров, две точки и Котельнич. — Так, а с север области, получается, что тут отсутствует, да? — Север пустой, там же, вроде бы, большие города, Амутнинский, Кирс. — Извините, еще Амутнинский. — Амутнинский есть, да, но на севере все-таки есть точка, то есть. — Да, есть точка, да, на севере Амутнинска. — То есть там, стоит предположить, все-таки пользуются, да? — Да, там пользуются, а в остальных районах граждане обращаются через многофункциональный центр, где можно получить паспорт только, подать, скорее, документы на паспорт старого образца. Но паспорт старого образца все равно можно получить только на одной точке, где их изготавливают, это в городе Кирове, на Владарского, 169. — То есть он приезжать в Киров приходится? — Да, а если паспорт нового образца, то вы как раз можете выбрать место получения этого паспорта. — То есть в одной из этих точек, которые вы называли, да? — В одной из этих точек, если вы будете обращаться через госпортал, который наиболее близко для вас. — Давайте об этом госпортале мы уже будем говорить после небольшой паузы. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. — Мы продолжаем нашу беседу с Владимиром Шиндориковым, начальником управления по вопросам миграции, управлением ВД России по Кировской области. И вот сейчас как раз хотелось бы поподробнее разобраться с процессом оформления заграничного паспорта с помощью сайта Госуслуг. — С помощью портала Госуслуг. — Да, с помощью портала. — Красивее. — Огромное количество. Функционал, конечно, у портала огромен, но это одна из самых полезных и самых доступных функций оформления заграничного паспорта. Насколько он сейчас востребован? — Если говорить вообще по заграничным паспортам, то, конечно же, он востребован. По статистике в этом году через сайт Госуслуг на оформление заграничного паспорта нового поколения попадало 52% заявителей, старого поколения — 26% заявителей. Именно по этим услугам идет рост. Почему? Потому что это удобно, во-первых. Во-вторых, информация, которая размещена на портале Госуслуг, она актуальна. К сожалению, все эти преобразования привели к тому, что в интернете есть много телефонов, много квитанций, много какой-то вспомогательной информации, которая просто-напросто не актуальна и создает, не помогает людям, а создает только трудности при подаче документов. Поэтому, прежде всего, если вы хотите получить актуальную информацию, необходимо ее получать. Я бы рекомендовал только два сайта. Это сайт главного управления по вопросам миграции МВД России. Если набрать просто в поисковой строке «ГУВМ МВД»… РФ. РФ, да. РФ можно выбирать, но его покажут. Дальше. И второй сайт, если набрать в поисковой строке «Госуслуги», то сразу же на сайт «Госуслуг». Вот там наиболее актуальная информация, она корректная информация, и по этой информации можно действительно получить услугу. Почему? Потому что мы сейчас сталкиваемся с тем, что самое элементарное – это оформление квитанции. И так как изменились коды бюджетных классификаций, изменились наименования платежей, изменились размеры «Госуслуг», то зачастую эту квитанцию можно получить только в банке, но не все банки, к сожалению… Отключены к этой системе, так сказать? Нет, не все банки своевременно отреагировали на изменения. А квитанцию эту можно оформить на сайте Главного управления МВД, где есть специальный раздел «Информационные сервисы», и там есть квитанция для оплаты госпошлины. И там все вот эти вещи, все реквизиты уже точные, да? Да, вы там уже выбираете, показываете свои желания, а все, что в цифровом выражении, поставляется автоматически. Не надо там думать, только фамилия, имя, отчество, адрес, где вы будете получать услугу – вот ваш выбор. Ну, а этот информационные сервисы, которые находятся на портале Главного управления, там, помимо этого, есть очень полезные сервисы, касающиеся проверки готовности заграничного паспорта. То есть можешь проверить поэтапно, да, на какой стадии находится? Не поэтапно, а когда уже готовность. А, то есть ты узнаешь об этом первом, когда он готов. Там можно онлайн записаться на прием в подразделение по подаче документов на заграничный паспорт, выбрав точку, куда вы хотите обратиться. Ну и на портале госуслуг. Что касается портала госуслуг, то здесь с 1, я полагаю, июля уже будет реализована функция, когда вы подаете документы и оплачиваете госпошлину на портале, при этом госпошлина для вас становится дешевле на 30%. То есть скидка выходит. Да, то есть если по заграничному... С 1 июля, да, планируется реализование новшества? Да, к сожалению, оно должно было быть введено с 1 января, но по техническим причинам пока идет доработка. И вот последнее объявление на сайте, это не позднее, 1 июля 2017 года. Оплата будет для заграничного паспорта, допустим, нового образца, 3,5, она будет там практически на 1000 дешевле, 2400. На 3 дешевле, ведь 450. Да, 2450. Я точно сочетал, да? Да, она будет намного дешевле. Ну, экономия существенная, конечно. Кроме того, портал очень информативен, потому что получить консультацию первоначально бывает наиболее сложно. То есть понять, куда обращаться, как обращаться, какие документы готовить. Если вы выйдете на портал, даже если вы еще не зарегистрированы, то первоначально вы уже пошагово увидите, что вам нужно сделать для того, чтобы получить в конечном итоге документ. Причем там расписано пошагово как получение документа в электронном виде, так или через личное посещение ведомства. Вот сейчас я как раз нахожусь на сайте, на портале, простите, госуслуги. Да, действительно, поэтапно, стрелочками показано, как получить услугу. Выберите тип получения, услуги электронные, либо личные посещения. Потом нужна авторизация. Ну, сейчас авторизация, да. Сейчас прорабатывается в МВД вопрос, чтобы центры авторизирующие были практически во всех подразделениях по вопросу миграции. Но наиболее удобный способ на данный момент, конечно же, получение авторизации провести в МФЦ. Она занимает не более трех минут, то есть очень непродолжительная процедура. Больше времени занимает вот ваших персональных данных. Для того, чтобы авторизироваться, нужно иметь только два документа. Паспорт и СНИЛС. Это свидетельство Пенсионного фонда. Все. И эти документы впоследствии, даже если вы забыли пароль, введя эти документы, вы и заранее введя уже имеющийся там телефон, вам приходит СМС с новым паролем. Поэтому авторизация, она сейчас достаточно простая. Что я бы еще хотел отметить, что вот люди чаще боятся не успеть получить документ до выезда. Но большую часть времени занимает вот эта вот боязнь до подачи документов. Потому что идет поиск документов, что собрать, куда идти, что сделать и так далее. А если вы обращаетесь через портал, то этот срок, наибольший, два месяца, три, от вашего возникновения, вашего желания сокращается. То есть вы здесь уже сразу же входите в тему, понимаете, что вам делать. И здесь уже нет двоякого понимания, когда вы разговариваете с кем-то, что вот вам так сказали, вы так услышали. Вы это видите все конкретно. То есть нет такого сломанного телефона? Да, испорченного телефона нет. Испорченного телефона нет. Здесь конкретно вы видите, что вам нужно представить и когда. Кроме этого, в последующем вы уже не находитесь в очередях, потому что все дальнейшие ваши посещения, они уже с вами согласовываются. То есть вам предлагается время, и вы можете согласовать время, когда вам удобно прийти сдать документы, время, когда вы будете его получить. То есть это реально стопроцентно работает? Это работает сейчас, да. Конкретно в конкретной время, без очереди. То есть это в корочестве, которые были там 10 лет назад, да, вот их уже сейчас нет? Ну, таких очередей нет. Единственное, что сейчас, когда при получении, если возникает, то мы стараемся расширить выдачу. То есть есть алгоритмы, по которым предполагается, что при повышении посещения граждан в какой-то момент будет расширяться выдача документов. Ну, та услуга, где будет напряг, будет расширяться. Сотрудников будут выдавать больше, да? Да, алгоритмы. Да, там не только число сотрудников, изменение времени, расширение времени приема. То есть есть специальные алгоритмы, МВД разрабатывает специальные алгоритмы, которые предполагают, чтобы не допускать очередей. Ой, я помню прекрасно вот эту ситуацию, так называемую Аверина-Володарского в 2005, по-моему, году. Ой, какая такая вот недружелюбная такая толпа там всегда была. Да, я там жил рядом, просто наблюдал, ты каждый день. И очереди они на входе непосредственно, на крылечке. Да, сейчас такого не мало добрых слов. Ну, сейчас такого нет, потому что очередь, даже если вот кто-то, ну, страстно желает, с утра приехал там в шесть часов на поезде, встал в очередь, постоял, но уже в течение получаса это все рассасывается. Помню, вы рассказывали раньше, что есть все-таки случаи, когда вот прибегает человек с огромными глазами, с трясущимися руками, срочно нужен паспорт, вот, заграничный. Вот не жить, не быть, что-то там изменилось в жизни, надо. Закон, к сожалению, изменился, только три обстоятельства, которые позволяют в срочном порядке оформлять паспорт. То есть это смерть близкого родственника, необходимость вывоза для лечения и так далее. Да, сейчас прорабатываются вопросы, не знаю, будет ли это, что для этих целей будет использоваться только, значит, пятилетний паспорт, и, возможно, что через некоторое время он будет, уйдет в небытие. Но эта информация периодически появляется, да? Да, и сурдейсия будет только годичная. То есть вот эти старые паспорта, они как бы станут для экстренных случаев и будут только на год, да? Для экстренных случаев и будут. Это вот в планах. Ну, это пока в планах. На данный момент оба паспорта на пять и на десять лет полноценно действуют. Кстати, мы забыли уточнить. С помощью портала Госуслуг можно оформить ведь только паспорт нового образца? Нет. Можно оформить и паспорт нового образца, и паспорт старого образца. Это зависит от вашего желания. Три с половиной госпошлина нового образца. Напомните госпошлину старого образца. Надо посмотреть на портале Госуслуг. У тебя портал перед тобой. Портал. Просто я не Цезарь, у меня не получается одновременно разговаривать и что-то тут еще смотреть. По-моему, полторы. Да, полторы. Полторы, да. И скидка с 1 июля и на тот, и на другой. Если вы оплачиваете через портал, то да. Но с полутора и скидка меньше. Арифметика уже, да. Ну да, я немножко отвлекусь. В принципе, вообще в системе МВД сейчас по многим направлениям эта скидка планируется. Да, эта скидка сейчас уже существует по линии безопасности дорожного движения и по другим услугам, которые оказывает МВД. Получение водительских удостоверений, свидетельство о регистрации, вот это уже можно все сделать. В перспективе ожидаете рост востребованности портала Госуслуг по своей линии? Да, вообще, конечно, просто сейчас есть некоторые сдерживающие факторы, в том числе есть зона покрытия по области, допустим. Но так как большая часть граждан, все-таки, проживает в городе, на который обращаются, то есть основной поток идет, это город Киров и большие районные центры, либо города областные, то я полагаю, что с освоением этого портала граждане чаще, и поняв его удобство, поняв, что это современные технологии помогают жить, они ставят палки в колеса, то, конечно же, люди будут больше обращаться через портал Госуслуг. То есть, тут все равно же остается вот эти вот пять точек, которых можно будет в итоге поскольку получать вот это неудобство. То есть, будет ли расширяться эта сеть? Пока я не могу об этом точно сказать. Почему? Потому что сейчас все еще интеграционные процессы закончились, и когда уже будет планирование новых, это будет уже следующий шаг. Будет более понятно тогда, да? Да, будет более понятно. Потому что, как бы, понятно, что электронный вид, он удобен, но ехать-то все равно надо, и ехать далеко получается. Ну, я думаю, что все равно, если поставлена цель перейти полностью на паспорта нового поколения, соответственно, и доступность будет намного выше, соответственно, будут в это вкладываться средства. Кстати, здесь на портале, вот в самом начале этой формы, срок оказания услуги от одного до четырех месяцев. От чего это зависит? От места подачи, потому что вы можете подать как по месту регистрации, так по месту фактического нахождения, и от этого будет зависеть срок оказания услуги. Один месяц, если вы проживаете по месту регистрации, там же подаете, и второй случай, если вы подаете по месту фактического нахождения, находясь в другом регионе, за пределами Кировской области. Но, кстати, если вы зарегистрированы в Кировской области, то все равно срок оказания один месяц. Один месяц, не более. Стоит, кстати, напомнить, что у разных стран есть разные требования к остаточному сроку действия заграничного паспорта, да? Ну, общее, я бы сказал, общее требование, что с момента, значит, срок действия паспорта должен быть не менее шести месяцев с момента въезда и трех месяцев с момента выезда. Поэтому заранее необходимо предусмотреть, да, если вы хотите отдохнуть в это лето, то желательно, чтобы паспорт был уже сроком действия до 2018 года, ты или более. То есть надо подумать о смене паспорта до того, как срок истечет, я правильно понял, да? Конечно, конечно. И желательно буквально за год до того, как он истечет. Вообще спокойно будет, да? Да, тогда да. В течение года вы сможете собрать документы, подать, спокойно выбрать отпуск, когда можно прийти, будет сфотографироваться и получить. Ну, это мы ведь не только про отдых говорим. Многие же по работе, по учебе, по работе, по учебе. И все-таки вот возникают эти ситуации, когда человек бежит и срочно надо срочно бежать? Если он не подпадает под те три условия, увы. Ну, вот сейчас основной упор, конечно, делается на то, когда люди подают, у нас сроки сокращаются в принципе, когда люди подают через портал, почему? Потому что технологически это более удобно и быстро. То есть сотрудник уже в электронном виде получает все документы, ему это не надо переводить еще раз в электронный вид. И быстрее начинаются проверочные мероприятия, соответственно, быстрее заканчиваются и результат, конечно же, быстрее. Так, еще, Владимир Александрович, уточните, вот эта скидка в 30%, которая планируется с 1 июля, она будет действовать как на оплату картой на сайте, непосредственно на портале? Портал госслуг наличные не предполагает, но предполагает несколько вариантов оплаты. Вот об этом мне рассказали еще раз. Так, можно через банковскую карту, так через электронный кошелек. Либо распечатать квитанцию можно, да? Да, можно распечатать квитанцию. Исходить в банк. А квитанция, она с 1 июля тоже со скидкой будет? Нет, но тут в банк скидка не действует. Она действует при оплате через портал. Через портал. То есть картой надо банковской запасаться. Либо электронным кошелеком каким-нибудь из них, да. Их множество, собственно, да. Хорошо, у нас время рекламы наступает. Напомним, что у нас в студии Владимир Шендориков, начальник управления по вопросам миграции УМВД России по Кировской области. Мы вернемся через полторы минуты. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. В финальную стадию, да, уже вступает дневной разворот наш Николай Голиков, Владимир Шендориков, ведущий и наш гость. И наш гость Владимир Александрович Шендориков, начальник управления по вопросам миграции, управления Министерством интернета России по Кировской области. Какая длинная стала должность. Мы договорились, да, как раз-таки поговорить об этой реорганизации. В прошлом году, еще раз напомним, Федеральная миграционная служба, как ведомство, оно влилось в состав МВД. Вернулось, как вы сегодня уже говорили. Вернулось, да. И сейчас есть управление, и федеральное управление по вопросам миграции в МВД России. Главное управление. Да, главное управление. И на местах в регионах региональное управление по вопросам миграции. Итак, что же изменилось, Владимир Александрович? Функционал, кадры, персонал. Вы сказали, что у вас сейчас более широкие полномочия появились в начале программы. Ну, во-первых, конечно же, те сотрудники, практически главное, что я считаю, что было сделано на территории Кировской области, все-таки сохранен кадровый потенциал, который перешел, потому что оказание госуслуг, это все-таки связано прежде всего с профессионализмом тех людей, которые их оказывают. А ведь сообщалось о том, что сокращение не планировалось. Было сокращение на 30%, потому что ушли все обслуживающие подразделения, которые были в составе УФМС. В некотором плане, некоторые подразделения были переподчинены. Сейчас на управление по вопросам миграции остается основное направление оказания государственных услуг, ну и организация работы по контролю за пребыванием и проживанием иностранных граждан. То есть эта функция тоже за вами осталась? Да, как организационная, она тоже осталась за нами. Но силы, конечно же, у МВД намного шире, которые могут быть привлечены для этой функции. И поэтому я считаю, что она стала более качественно исполняться. А методика работы в этой сфере, она прежняя осталась? А что вы понимаете? Ну, связи, порядок, выявление незаконных мигрантов. Выявление методикой работы осталось, ну взаимодействие с органами внутренних дел не прекращались. Так вы и раньше взаимодействовали, конечно, точно так же. Так что она осталась, и те предусмотренные законом способы и методы, конечно же, они применяются. То есть также идет контроль пребывания иностранных граждан, начиная с пересечения государственных границ. Но сейчас идет поиск новых, то есть упрощение пребывания гражданам, иностранным гражданам на территории Российской Федерации. Возможно, что проведут какие-то изменения, касающиеся регистрационных действий в отношении иностранных граждан. В смысле упрощения этих действий? Упрощения, да. Потому что обычно упираются в то, что говорят, у вас очень сложно все тут. Почему? Все очень просто. Там же еще иногда языковой барьер бывает, поэтому говорят, у вас тут все очень сложно. Но языковой барьер, это касается интеграции уже в российское общество. И языковой, не то что языковой, знание русского языка все равно для проживания, осуществления трудовой деятельности останется обязательно. Вот эту экзаменовку вы тоже курируете? Нет. На знание русского языка? Нет, это проводят по организации, которые включены в перечень Министерства образования Российской Федерации. А, Генобор все-таки занимается. Но контролируете все равно эти выводы. Мы получаем только результат для оказания дальнейших государственных условий. Ну, раз мы об иностранцах заговорили ранее, когда вы были в нашей студии, мы тоже поднимали эти вопросы, особенности пребывания иностранных граждан на территории Кировской области. Говорили о так называемой категории беженцев с востока Украины, когда вот начались эти события. Как сейчас дела обстоят с теми же? С украинскими гражданами? Сейчас, конечно, нет такого массового потока. Там же квоты были, да? Какой регион, сколько получат беженцев? Сейчас, в 2014 году, были установлены квоты, были открыты пункты временного размещения для приема граждан Украины, прибывших в экстренном массовом порядке. МЧС, палатки. Сейчас уже, конечно, работа перешла в такое русло повседневное. Сейчас на территории Кировской области уже нет центров временного содержания, потому что граждане Украины уже адаптировались на территорию Российской Федерации, получают разрешительные документы для проживания, обустраиваются самостоятельно. И если в 2014 году у нас практически было более 2,5 тысячи, сейчас осталось лиц, которые имеют статус 314 человек на учете. То есть статус какой у них? Статус временного убежища. Временного убежища, да? Да, и 8 человек, имеющие статус беженца. Это уже так, беженцы это те, кто позже уже прибыли? Нет, это прибыли в это же время, но они имели основания для получения статуса беженца, а есть лица, которые бежали просто от войны, не имея основания для получения статуса беженца. По гуманитарным мотивам им предоставлялось временное убежище. Но в перспективе, при соблюдении всех обязательных процедур, они в какой статус перейдут? При желании остаться здесь. Они могут получить разрешительные документы для проживания, разрешение на время проживания и в дальнейшем гражданстве. А если вы остаетесь в статусе беженца, то после стабилизации обстановки на территории страны гражданской принадлежности вы должны будете вернуться обратно. Надо же прекрасно понимать, что это семьи с детьми, которые живут у нас. Но это уже зависит от самого человека, то есть кто-то может и желает вернуться, поэтому не предпринимают действий для того, чтобы остаться на территории России и получить разрешительные документы. А вот вопрос был всегда с проблемами с нелегальным трудоустройством мигрантов, да, вот какие-то акции проводили, какие-то рейды проводили, выявляли какие-то случаи. Это проходит все по-прежнему? Сейчас, конечно. Осталась ли эта проблема или как-то как-то и она нормализовалась? Мы особенно это знаем на примере Москвы, когда телесюжеты постоянно накрыли рынок. У нас-то вроде в таких местах этого не было. Нет, но сейчас контроль надзорные мероприятия проводятся в том же объеме, но они не снизились. По-прежнему те иностранцы, которые незаконно пребывают на территории Российской Федерации, конечно же, подлежат выдворению. Что касается выдворения, то я скажу, что... У нас случаи такие есть, периодически. Да, но кроме... Но ведь работают и другие механизмы, которые не позволяют сдерживать нелегальную миграцию. Это принятие решений о неразрешении въезда. То есть, если вы нарушаете срок пребывания и вы ехали позже установленного срока, то въезд обратно уже не въехать. Не разрешается. При этом введены ограничения по сроку пребывания. То есть, не более 90 суток в период 180, если вы в этот период 90 суток не получите разрешительных документов. Патент, разрешение на работу, разрешение на временное проживание. Либо какой-либо другой документ. То есть, не измените статус временно пребывающего. Но необходимо сказать, что международное законодательство развивается. То есть, есть Еврозес, это граждане Киргизии, Армении, Казахстана, Белоруссии, которые практически, приехав в Российскую Федерацию, заключив трудовой договор, могут находиться здесь на период заключенного трудового договора. Существляя трудовую деятельность. Он может быть бессрочным, этот договор, или обязательно указанным? Сроки неопределены. Неопределены. То есть, в принципе, он может практически здесь жить. А вот что касается, как раз-таки, да, работающих у нас на территории региона иностранных граждан, официально работающих, система сохраняется прежняя? То есть, есть определенная квота? Ну, а сейчас наибольший, конечно же, поток составляют те граждане, которые могут не получать разрешительные документы. Армения, Казахстан, Армения. Но те страны, которые в безвизовом порядке, это Узбекистан, Таджикистан, Молдавия, Украина, они, получая патенты, могут здесь также осуществлять трудовую деятельность до года. И потом еще один год продлить срок действия патента. Без выезда с территории Российской Федерации. А число нарушений-то, вот я просто вернусь к тему, оно велико ли сейчас по поводу выдворяемых граждан? По поводу выдворяемых граждан. Нас интересуется Кировская область. Да, конечно. По Кировской области число выдворяемых увеличилось, число неразрешения въезда, то есть, когда нарушаются сроки. Но число выдворяемых граждан сократилось, то есть, ну, примерно на треть выдворяемых. Это у нас сколько примерно за год такой процедуре были подвергнуты? За год не скажу, за два месяца 56 человек были выдворены. Выдворены. Депортированы, это немножко другое. В основном сейчас депортацию мы осуществляем в отношении тех граждан, у кого, кто находился в местах лишения свободы и по окончанию срока подлежит по решению Минюста, когда нежелательность пребывания вынесена в Российской Федерации, они депортируются. То есть, гражданин, когда другого государства отбыл наказание правителям учреждения? В основном, приблизилась депортация в отношении... Да, понятно. Ну, просто терминология уже, мы можем не очень не разбираться. Кстати, выдворенным затем же запрещен въезд обратно, да? Да. Если первый раз до пяти лет закрытия въезда, если повторно, то до десяти лет. А попытки фиксируются в повторных въездах? Да, но за это существует уголовная ответственность, за незаконное пищение госграницы называется. Поэтому, если иностранный гражданин меняет установочные данные, въезжает под другими установочными данными, это будет установлено. То есть, по-русски говоря, подделывают документы, да? Ну, изменяют. Ну, как, документы реальные, но изменено имя, фамилия, отчество. Так они все равно уже не совсем реальные становятся. А территориально-то вы сейчас в областном центре где располагаетесь? То есть, вы занимаетесь те же самые помещения, всем привычными? Нет, территориально мы располагаемся, управление осталось по-прежнему на энергетика в 42. Там же оказываются государственные услуги иностранным гражданам основной. По городу Кирову изменилось несколько дислокаций, потому что в составе, в структуре МВД, МВД по городу Кирову, и, соответственно, у нас единое подразделение, но оно разделено по функционалу. На Красино, 51, все, что связано с обращениями по поводу оформления паспортов, как внутренних российских, так и заграничных. На Московской, 8, все, что связано с регистрационными действиями. Но здесь следует сказать, что сейчас практически по большинству услуг подразделения обращаются с целью получения результата. Потому что основные все-таки МФЦ, многофункциональные центры зарекомендовали себя положительно, и поэтому большинство граждан обращаются туда, где быстро можно все подать. Либо не в управляющие компании в РКЦ на Московскую, 32 по регистрационным действиям. Мы как-то много времени сегодня уделили получению заграничных паспортов, но стоит напомнить, что граждане Российской Федерации, если вам нужен наш паспорт, тоже туда же идите на сайт Босуслуги. Да, туда же можно обратиться, там же можно подать и получить результат. А он намного проще, потому что получается, что вы меньше тратите время именно на походы куда-либо. Истекает наше время, программа «Дневной разворот» на этом завершается. Наш гость Владимир Шендориков, начальник управления по вопросам миграции, управления МВД России по нашему региону. Спасибо за информацию. Спасибо вам за то, что пригласили. Мы с Николаем говорим до свидания, до пятницы. Хотя, может, завтра еще встретимся. Завтра я, к сожалению, никак с тобой не встречусь в эфире. К моему собственному я не буду в Кирове. Хорошо. В общем, до последнего рабочего дня на этой неделе. Всего доброго, до свидания.